Первый этап становления любой сложной системы, а правительство безусловно таково является, он успешно пройден. Создана работоспособная деловая команда, высокопрофессиональная. Это, конечно, прежде всего заслуга председателя правительства, но я очень рассчитываю на то, что все с осознанием того, что вот этот начальный этап закончен, в полную силу развернут все свои возможности интеллектуальные, организационные, административные и без дальнейшей раскачки приступят к совместной работе. Безусловно, нужно нацелиться на то, чтобы все мы вместе работали над исполнением этих предвыборных обещаний. Не может быть так, что правительство работает само по себе, а обещания данной стране сами по себе. Эта открытость должна присутствовать во всех наших действиях, во всей нашей работе. Это касается и общественно важных, резонансных тем, это касается и текущей работы. У нас и за предыдущие четыре года сложилась весьма эффективная система взаимодействия между администрацией и правительством. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена сегодня и на ближайшее будущее, имея в виду весь наш срок работы в рамках конституционного срока. Президентом, входящий год, он действительно был не самым легким. И в силу того, что формировалась государственная власть, и я исхожу из того, что мы действительно в короткие сроки прошли этап становления правительства. Конечно, работа в этом плане налажена, и очень существенную роль во всем этом, конечно, сыграла позиция и поддержка Владимира Владимировича Путина, как президента страны. Потому что от президента зависит в нашей стране очень многое. Программу, которую мы вместе с вами формулировали, во всяком случае, со значительным количеством коллег, которые сегодня находятся в этом зале, что представитель правительства этого не позволит сделать. С наступающим вас. Еще раз спасибо, Владимир Владимирович. Мы Новым годом приглашаем, поздравить друг друга с Новым годом прямо сейчас. Спасибо. А потом у нас еще церемония открытия памятника. Спасибо.